Здравствуйте! В эфире Ньюз новости на телеканале ЮТВ. Для начала краткий обзор прессы на сегодня. Башкирским производителям посоветовали задуматься об упаковке товаров. По мнению председателя Башкирской торговой ассоциации Виталия Черевкова, местные производители делают качественный продукт, но для успешного его продвижения необходимо правильно оформлять его внешний вид. Кроме того, на заседании круглого стола по вопросам импортозамещения чиновник отметил, что в помощь аграриям потребительское общество Урал Ритейл совместно с предприятием республики готово выступить в роли заказчика местной продукции и прописать техническое задание для производителей. Однако для этого также необходимо соответствовать требованиям к товарному виду продукции. Более подробную информацию об этом вы можете найти на сайте ufatime.ru. В Башкирии ОРВИ заболели 18 тысяч человек. В среднем в нашей республике заболеваемость гриппом и ОРВИ на 15,3% выше среднемноголетнего уровня. Вместе с тем, среди детей от 3 до 6 лет она снизилась на 3,7%. Кстати, пока в нашей республике гриппом никто не заболел. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора Башкирии. Всего за период с 17 по 23 ноября в Башкирии ОРВИ зарегистрировано у 18 тысяч 323 человек. Большинство простудившихся – это дети до 17 лет. Отметим, что за ту же неделю в Уфе ОРВИ отмечено у 5809 человек. Кстати, по состоянию на конец ноября прививки получили 1 миллион 110 тысяч 720 человек. Это 27,4% населения республики. Об этом сегодня сообщает сайт Уфа-1. Жители нашей республики смогут выбрать 100 лучших культурных событий этого года. Жители Башкирии приглашают принять участие в онлайн-голосовании и выбрать 100 лучших событий года культуры. На интернет-портале «Культурный мир Башкортостана» все желающие смогут определить победителей конкурса. Голосование продлится до 3 декабря текущего года. Более подробную информацию об этом вы можете найти на сайте sterletamaktime.ru. Булгакова, Чесноковка и русский юрмаш совсем скоро станут частью Уфы. А Черкассы и Жукова взамен отдадут Уфимскому району. На очередном заседании Уфимского горсовета депутаты выступили с предложением немного поправить границы Уфы. По задумке город отдаст Уфимскому району 376 гектар земли. Это территория Жуковского и Черкассского сельсоветов. Взамен Уфимский район передаст городу 1433 гектара. Это русско-юрмашевские, булгаковские и чесноковские сельсоветы. На территориях, которые отдает город, находится множество предприятий, которые платят налоги. Поэтому район в этом заинтересован. Об этом вы сегодня можете прочитать на сайте Комсомольской правды. Ну что же, у меня на этом все. Мы переходим к другим новостям региона на сегодня.